Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Сегодня нас ожидает очень насыщенный день, потому что пройдет второй день переговоров между США и Китаем по торговым вопросам. Это центральная тема, я думаю, что ни для кого это не новости. Безусловно, мы еще в начале этой недели уперлись в риск того, что переговоры могут быть свернуты не просто на этапе обсуждения, а вообще окончательно. И почему? Потому что Трамп ни с того ни с сего, нам казалось ранее, решил якобы форсировать сроки подписания торгового соглашения и усилив свое давление на Китай. Сначала угрозой того, что в отношении китайского импорта будут действовать новые таможенные пошлины, сейчас это уже абсолютная реальность. То есть, тактика запугивания. Наверное, еще рано делать вывод о том, сработала она или нет, потому что мы не знаем все-таки, с какими договоренностями, с каким решением покинет Вашингтон китайская делегация. Ну, по крайней мере, внимание общественности и рынка к этой теме сейчас снова максимальное, потому что все прекрасно понимают. США, видимо, устали ждать. Если Китай сегодня не прыгнет выше головы в прямом смысле и не создаст условия для того, чтобы явно продемонстрировать намерение открытости к будущему подписанию торгового соглашения, в конце концов США обложит весь китайский импорт пошлинами по ставке в 25%. Фактически речь пойдет о том, что новые пошлины начнут распространяться на китайский импорт общей стоимостью полтриллиона долларов. Друзья, мы знаем то, что Китай в сторонке стоять не привык, правда, прецедентов у нас такого рода еще не было, но Китай обычно огрызался на все действия такого протекционистского характера со стороны США. Поэтому, если все-таки решение Трампа сегодня вступит в силу, я думаю, что не пройдут даже выходные, как в средствах массовой информации появятся новости о том, что Китай готовит ответные меры. Если эти меры тоже будут характера таможенных пошлин, в конце концов мы сможем сделать вывод о том, что под новыми торговыми барьерами окажется 5% всего мирового товарооборота. Вот почему так страшно за будущие темпы экономического родства, вот почему эта тема провоцирует сейчас трейдеров на бегство из рисковых инструментов и на повышенный спрос на защитные активы. Сегодняшняя сессия, друзья, судьбоносная. Я позволю себе такое громкое высказывание не только ради праздного интереса к площадкам, а потому что действительно от того, как сегодня завершатся переговоры, зависит многое. Давайте посмотрим на нефтянку, 70.35 сейчас котировки у нас. Мы видим то, что Brent топчется рядом с уровнем поддержки 70 долларов за баррель. В принципе, мы уже смирились с тем, что на текущем моменте акценты постепенно смещаются в плане обоснования долгосрочных перспектив нефтянки с риска большего роста производства странами ОПЕК+, на риск более слабого спроса на углеводороды за счет замедления темпов роста мировой экономики. А тут уже, как я отметил, все зависит от сегодняшнего исхода торговых переговоров. Если тарифной торговой войне быть, друзья, то мировая экономика будет испытывать серьезные трудности. Это отразится на спросе и, соответственно, начнет топить котировки и Brent и WTI. Возлагали большие надежды еще на статистику по запасам нефти, но в данном случае на этой неделе она нам особо не подсобила. Ну и при этом стоит отметить, что, получив данные, на которых можно было бы вырасти покупателям, Brent особо-то и не подрос. Это говорит о том, друзья, что очень серьезные все-таки вот эти опасения за то, что будет с мировой экономикой, то, что будет со спросом, то, что будет с экономикой Китая, ведь это ключевой импортер углеводородов. Если, конечно же, Китай вяжется вот в эту торговую войну, в конце концов, вы все, друзья, люди разумные, можете делать соответствующие выводы, к чему это приведет. На рынок также еще проскочил отчетик о том, что со ссылкой на аналитиков GlobalPlace ОПЕК в прошлом месяце, оказывается, увеличил добычу не сильно на 30 тысяч, но все равно является ли это базой того, что дальше рост производства нефти будет только усиливаться, я думаю, что, возможно, является. Но ближе к делу, скажем, поговорим уже, наверное, когда будет возможность подводить итоги текущего месяца. Пока что рановато. Риски сохраняются, друзья, настаиваем на дальнейшее снижение. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, почему. Доллар-иена 109,64, понемногу мы снижаемся, давит на доллар. Снижение доходности американских трежер с 10-летки находится на уровне 2,44%. Увидим еще ниже. Опять же, очень много сейчас денег уходит в защитные активы, в иену, франк. Доллар в связи с этим ослабеет, это отчетливо и видно, понятно. Поскольку Трамп обвиняет Китай в нарушении обязательства в невыполнении, несоблюдение обязательств, которые ранее были согласованы, и Трамп занял довольно жесткую позицию, я думаю, что вероятность все-таки, друзья, простите меня за пессимизм, положительного исхода сегодняшней встречи крайне низка. Поэтому я не питаю каких-то ложных оптимистичных иллюзий, считаю, что сегодня ни с чем делегация Китая покинет Вашингтон, и мы будем говорить о мрачных тонах для мировой экономики и о абсолютной неопределенности в торговых отношениях США и Китая. По крайней мере, установление и вступление в силу таможенных пошлин, это должно стать еще, скажем, громом среди ясного неба. Да, мы готовимся к этому, но это очень жесткое и серьезное решение. Поэтому, если оно вступит в силу, сегодня, друзья, доллар-иена потеряет очень и очень много. Готовьтесь к этому. Картина еще усугубляется Северной Кореей, которая продолжает играть в войнушку, не знаю, сама собой, пускает ракеты в разные части света, и это напрягает, конечно же, общественность, потому что это еще один фактор геополитической напряженности, учитывая, как общественность и прочие страны негативно относятся к подобной севернокорейской инициативе. Пауэлл в ходе вчерашнего выступления не касался монетарной политики, поэтому не вижу смысла вообще обсуждать его вчерашнюю конференцию. Вышел отчет по индексу цен производителей. Вчера снижение базового показателя, друзья, с 0,3% до 0,1%, базовая инфляция тормозится. Это повышает вероятность того, что Федрезерв все-таки будет постепенно склоняться в сторону более мягкой монетарной политики. И сегодня у нас данные по инфляции, если отчет базовый, опять же, разочарует, я уверен, друзья, что доллар будет подгоняться, конечно же, в сторону снижения. Еще и слабыми цифрами, потому что вы знаете, как эта статистика влияет на перспективы, собственно, политики Федрезерва. В связи с тем, что я предлагаю делать акцент на защитные активы, я бы порекомендовал вам покупать золото, классическая тихая гавань. Если дело пойдет сегодня по развитию негативного сценария, о котором я уже сказал, я допускаю, что мы легко сможем увидеть тест сопротивления 1300 долларов за тройскую унсу. Евро против доллара, друзья, 1.12.25, чуть выше мы поднялись планки 1.12. Я рекомендовал, опять же, с этих уровней принимать решение о продаже. Слабых данных было достаточно, мы ждем подробности по операциям ТЛ и ТРО, они будут на следующих заседаниях Европейского Центрального Банка. Это инструмент мягкой экономической политики и фактически констатация со стороны Европейского Центрального Банка того, что все плохо в рамках еврозоны, прежние стимулы не работают. Мягкая политика – это предлог, залог и основа для того, чтобы евро снижался дальше. Фунт против доллара 1.30 будет стоить еще ниже. Мы вернулись на это неделе к теме потенциальной отставки Терезы Мэй. Очень жаркая тема, интересная, потому что, в конце концов, это еще сильнее раскрутит маховик вот этой неопределенности. Сегодня также у нас данные по темпам экономического роста и промышленного производства. Учитывая наследие, неприятное Брекзита, я, опять же, остаюсь реалистом и не вижу базы для роста этих показателей. Поэтому слабые данные будут выступать еще одним негативом для британца. Если интересует торговля фунтом, ставьте на снижение. Доллар-канадец уже близки к уровню 1.35 и сегодня как раз у нас есть мощный катализатор. Я бы даже сказал два. Во-первых, это факт роста неопределенности в сфере внешней торговли из-за потенциального отсутствия компромисса на текущем этапе переговоров между США и Китаем. Канада – экспортно-ориентированная страна. Если возникают угрозы для темпов мирового экономического роста, возникают угрозы для нее. Негатив для канадца. И второй момент – это статистика рынка труда. По аналогии с прошлыми релизами я жду слабых цифр. Особенно буду искать ответы в показатели роста заработных плат. Если этот показатель снизится, значит инфляция, разумеется, будет испытывать еще большее давление. И это повысит вероятность того, что Банк Канады тоже начнет снижать процентные ставки. Вот почему цель по паре доллар-канадец находится гораздо выше даже уровня 1.36, друзья. Можно ориентироваться на эти значения. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.